Сотрудники Библиотеки Архангельского Литературного Музея подготовили видеопрезентацию «Российский триколор», посвященную Дню Государственного Флага. Официальным этот праздник стал с 1994 года, и с каждым годом популярность его растет. Наша страна отмечает его 22 августа. Флаг является одним из символов государственности, наряду с государственным гимном и государственным гербом. Российский государственный флаг представляет собой полотно трех цветов – белого, синего и красного. В наши дни ни один государственный праздник не обходится без этого символа. Им украшают жилые дома и госучреждения. Флаг торжественно проносят на демонстрациях и разворачивают на митингах. История государственного флага также неоднозначна и полна событий, как история самой России. И неспроста его цвета олицетворяют все самое важное для наших соотечественников. Российский триколор имеет более чем трехсотлетнюю историю. Возникновение флага России в виде приближенном к современному связано с реформами Петра I. В допетровские времена стяги использовались в основном в боевых походах и представляли собой расшитые золотом и серебром полотна с изображенными на них церковными символами, картинами из священного писания, длинными титулами государя или вельмож, командующих войском. В эпоху правления царя Алексея Михайловича, отца Петра I, по времени это вторая половина XVII века, увеличилось количество знамен с нецерковными сюжетами, например, с гербом. Важной точкой отсчета в истории возникновения трехполосного флага стала постройка в 1667 году под руководством голландца Давида Бутлера корабля под названием «Орел». Это судно было предназначено для охраны персидских купцов во время их торговых экспедиций по Каспию и Волге. В ходе строительства капитаном Бутлером было заявлено о необходимости тканей для корабельных знамен, тех расцветок, которые укажет царь. При этом Бутлер отметил в своем прошении, что принято использовать те цвета, которые считаются государственными. Просьба голландца была удовлетворена. Ему прислали в нужном количестве червчатые, белые, лазоревые, киндяк и тофту – ткани, популярные в Старой Руси. Эти флаги, как и само судно, просуществовали недолго. Их сожгли в Астрахани разинские казаки. Но знание о них сохранилось и привело к дальнейшему использованию этих цветов уже Петром I. Говоря об эпохе Петра и его реформах, нельзя не упомянуть о его увлечении мореплавнием, кораблестроением и военным делом вообще. И поскольку в прошлом флаги и знамена были в первую очередь военным и мореплавательским атрибутом, они быстро попали в поле зрения Петра. В первые годы царь использовал знамена своего отца или создавал новые, похожие на старые. Но стремление ко всему западному сказалось и на создании стягов. Когда Петр, будучи в Архангельске, впервые оказался у моря, он заметил флаги заграничных кораблей, стоящих в то время в порту. Немецкие, голландские, английские знамена отличались от тех, что были в использовании на Руси. Они были яркими и не содержали никаких изображений и титулов. В дальнейшие приезды царя к морю он плавал под трехцветным флагом привычных для нас цветов. При этом на синем поле был изображен герб. Этот флаг сохранился. Он находится в Центральном военно-морском музее и является самым старым из сохранившихся российских триколоров. Царь собственноручно занимался созданием новых знамен. Особенно ему были интересны флаги для кораблей. Их он составил более 30. Во всех его проектах прослеживались попытки совместить Андреевский крест и разноцветные полосы. В конечном итоге царский указ от 20 января 1705 года провозгласил, что на торговых и прочих гражданских кораблях следует поднимать трехполосное бело-сине-красное полотно. А на военных судах с 1707 года стал постоянным флаг Андрея Первозванного. Аналогом общегосударственного флага в те времена было золотое полотнище с черным двуглавым орлом. Головы орла венчали три короны, а по углам были помещены карты четырех морей, в которых курсировали российские суда. Эти же цвета, черный и желтый, сохранились в церемониале после смерти первого российского императора и были объявлены императрицей Анной Иоанновной государственными. В 1858 году Александр II осуществил реформу в обращении с государственными символами. Среди прочих преобразований царь-освободитель установил, что все знамена, флаги и другие атрибуты, необходимые на торжествах, должны быть изготовлены в государственных цветах, которые расположены в определенном порядке. Сверху – черная полоса, посередине – желтая или золотая, а снизу – белая или серебристая. В то же время не было прекращено использование и бело-голубого Андреевского стяга и привычного для нас триколора на торговых судах. Общество было озадачено отсутствием общего народного флага. Эту проблему в 1883 году решил император Александр III, издавший распоряжение, чтобы во время праздников использовали именно бело-синий-красный флаг. Но, несмотря на это, от черного, желтого и белого цветов на тот момент отказались еще не полностью. Окончательно разрешил этот вопрос молодой император Николай II в 1896 году во время подготовки к своей коронации для объединения народов в сложный для России период было решено объявить единым флагом для всех поводов – бело-синий-красное трехполосное полотно. Почему император отдал предпочтение этому флагу? Потому что его цвета были приближены к быту простого народа, а для интеллигенции они были связаны с великими достижениями Петра. После переворота 1917 года на долгое время трехцветный стяг был забыт. Новые власти объявили государственным красное знамя – символ свободы и коммунистической борьбы. Это было узаконено в первой конституции РСФСР в 1918 году. Триколор после свержения монархии был символом Белой армии. Завершение советской эпохи в 1991 году ознаменовало возвращение трехполосного флага. 22 августа 1991 года триколор белый, лазоревый и алый цвет был объявлен национальным флагом Российской Федерации. В свою очередь в президентских указах 1993-1994 годов это знамя призвали считать государственным символом, причем цвета были обозначены другими наименованиями – белый, синий и красный. Несмотря на богатую историю российского триколора, официальной трактовки цветов флага России не существует. Есть версия, согласно которой эти цвета означают единство власти, народа и православной веры. Наиболее универсальная, но неофициальная трактовка использования именно этих цветов такова. По мнению большинства, белый символизирует мир и чистоту. Синий – это цвет веры, приверженности идеалу, постоянства. А красный, в свою очередь, обозначает энергию, силу, кровь, пролитую во имя Родины. Есть и другая версия. Белый – цвет свободы, независимости. Синий – цвет Богородицы, покровительницы России. Красный – цвет государственный, державный. Также белый цвет связывают с благородством. Синий – с верностью и честностью. Красный – с мужеством. 22 августа не случайно выбрано днем для празднования. Именно в этот день, в 1991 году, на здании Верховного Совета РСФСР появился российский триколор. Вознаменование – провало попытки государственного переворота. А Верховный Совет РСФСР принял постановление об официальном признании и использовании национального флага РСФСР. И до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос – белой, синей и красной. Несмотря на то, что 22 августа не является официальным государственным выходным, празднования в День Флага России проходят широко. На улицы городов страны выходят волонтеры, которые бесплатно раздают флажки и воздушные шарики в цветах триколора. Здания украшаются белой-сине-красными флагами. В крупных городах зачастую проводят концерты, митинги, различные флэш-мобы, патриотические акции, выставки, тематические занятия, посвященные государственному флагу России. Национальный флаг России является объединяющим символом для всех граждан нашей страны.